ПЕСНЯ 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 помог сдать очень важный тест по учебе. Благодарю, сестра. Помолитесь за моего сына, чтобы Господь освободил его разум, избавил от сатаны и за всех детей, чтобы они имели желание быть в служении. Благодарю, мама. Дорогая церковь, прошу, помолитесь за предстоящую операцию. Но сестра просит. И, дорогая церковь, пожалуйста, помолитесь, чтобы Бог помог устроиться на работу по моей специальности. Сестра Оксана просит. Господь сказал, что будете просить в молитве с верой, верьте, что получите, и будет вам. Но на молитве прощайте, если кому-то что-то имеете, чтобы не было препятствий, то давайте мы встанем и с благодарением принесем эти нужды пред Богом. Дорогие братья и сестры, слава Богу, мир вам. Я рад быть с вами вместе в этот вечер. Пять дней тому я прилетел с Украины и рад быть с вами, видеть наших земляков, друзей с Первомайска, с Украины. Пусть нас всех Бог благословит. Я перед тем, как буду говорить слово к молитве, то и спою еще. И хочу прежде всего тоже поблагодарить вас за то, что совсем недавно вот на одном из служений у вас был объявлен сбор финансов для помощи в нашу местность, там, где был подожжен дом молитвы в районном центре, который имеет название Доманевка Николаевской области. Там наша церковь, небольшая церковь, там 20 человек, но еще приходят люди. И там случился пожар. Человек, неверующий, возвратившийся из мест лишения свободы, имел некоторые претензии к своей сестре, которая за то время уверовала, вступила в завет с Богом. И он ей грозился, что он всех попалит, всем сделает беду, в том числе, что она уверовала, и что за то время, пока он был в месте лишения свободы, умер их отец, и она похоронила его вместе с нами. Мы провели там служения похоронные, и он имел к ней эту претензию и другие претензии. И уже на следующее утро уже пожарная машина тушила пожар. Он проник в Средину, и все там внутри подпалил, и убытки есть. Мы восстанавливаем это все и благодарим вас за вашу помощь. Благодарим вас, братья и сестры. Я даже не думал, что отзовутся так, но христиане в беде не оставляют одних других, а выходят навстречу. Благодарю вам. Ну, я хочу спеть две песни новых моих, то пусть это послужит нам в назидание. Первая песня о значении тех слов, которые говорит мама своему сыну. Вот. Сын должен молиться Богу. утром, и днем, и вечером, и ночью, где бы он ни был, чтобы он молился Богу. И в этом есть большой смысл. Мать знает, почему она так говорит своему сыну. Самое главное, чтобы сын был с Богом, чтобы сын молился Богу, и об этом не забывал. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Богу помолитесь не забудь. Богу помолитесь не забудь. Чи встаешь ти, чи лягаешь спати, чи звершаешь свій щоденний труд? Субтитры подогнал «Симон» Пам'ятай тобі казала мати, Сину помолитесь не забудь. Сину помолитесь не забудь. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Когда тревога на душе дерзает А неизвестность все не швет ответ Бог нужен людям в трудную минуту Когда надежды в горе нет другой Соломенькой той видится кому-то Бог когда дно уходит под ногой И сколько раз летело в небо эхо О Боже, если ты на свете есть Свидетельств много собралось об этом Ответов Божьих никому не счесть Но иногда бывало слишком поздно Ведь Бог до этого так долго ждал И кто-то очень страшно, очень грозно Своё неверье на земле пожал Бог долго терпит, ждёт Бог всех нас любит Но есть долга терпенью предел И шанс свою пустим себя погубит Тот, кто нуждаться в Боге не хотел Разумно ли ждать, когда камин остынет Когда цветы на холмик понесёшь Когда один окажешься в пустыне Когда отчаянье в тебе как нож Так хочется, чтоб к Богу приходили Не потому что грянула беда А потому что Бога полюбили Что власть Его признали навсегда И хочется, чтоб все могли осмыслить Увидеть, перечувствовать, познать Как любит Бог, как милости Всевышний Как хорошо Ему принадлежать Как нужен Бог Откроем Евангелие от Луки 18 глава И прочтём известную нам притчу Сказанную Иисусом Христом И знаем, как она начинается Луки 18 глава Сказал также им притчу о том Что должно всегда молиться и не унывать Говорю, в одном городе был судья Который Бога не боялся И людей не стыдился В том же городе была одна вдова И она, приходя к нему, говорила Защити меня от соперника моего Но он долгое время не хотел А после сказал сам в себе Хотя я и Бога не боюсь И людей не стыжусь Но как эта вдова не даёт мне покоя Защищу её Чтобы она не приходила Больше докучать мне И сказал Господь Слышите, что говорит судья неправедный Бог ли не защитит избранных своих Вопиющих к нему день и ночь Хотя и медлит защищать их Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре Но Сын Человеческий Придя Найдёт ли веру на земле? Я Думаю Что мы понимаем Что самое важное в нашей жизни Есть ли у нас вера? И какова эта вера? И насколько долго она у нас будет? И когда придёт Христос У нас будет эта вера? Или же нет? Это большой и важный вопрос Насколько у нас вера есть? Братья и сёстры Если говорить о растении То Каждое растение Чтобы выросло Пережило И сушь Пережило Возможные Посягательства На существование Зерна в почве Со стороны птиц Например Которые тоже хотят кушать Дальше Чтобы Зашедшее зерно Жило Чтобы было Достаточно Всяких Микроорганизмов Которые нужны Для питания Которые есть в почве Достаточно ли их там? Бывает почва Объединённая Бывает Её нужно Удобрять Раз за разом И от этого Жизнь В зерне В семенах В саженцах Что мы Садим Сеем Эти факторы Зависят Дорогие друзья Наша вера Насколько она Есть в нас Как она Глубоко В нашем сердце Уже укоренилась Насколько она Пустила свои ростки В сердце В разуме Во всей нашей Душе И Наш Дух Как Одна из Составляющих Субстанций Наших Нас Как человека Получает Жизнь Дальше И больше С каждым днём Больше От того Что мы С Богом Пребываем В вере Пребываем И от него Питаемся Живём И как апостол Павел Помните В Афинах Проповедовал О Боге И он говорит Что мы Им Живём Движемся И существуем И как некоторые Из ваших стихотворцев Говорят Мы его Ирод Братья и сёстры Как у нас с верой Есть она у нас Или нет Смотрите От этого Зависит жизнь Из человека Кто-то говорит Имея Очень слабую веру Или просто Обманывается Сам себе Что он Имеет веру А мне и так хорошо Я весёлый Я здоровый Успех есть Нормально всё В семье ладится Друзья Верные Всё хорошо Это не всё хорошо С ним очень плохо А почему Дорогие друзья Потому что Всё имеет И Бог По своей великой милости Посылает ему Очень много То ты человек Воздай славу Богу А получивши от него И не отдать ему Это неверно Это неблагодарно Это не ответственно Перед живым Богом Всё имеющим В руках которого Всё И даже твоя Каждая секунда Жизни И движение Всех веществ В твоём организме В твоих клетках Всё от него Возблагодари его И посвяти ему Свою жизнь И каждый раз В молитве Которая должна быть Нередкой Спрашивай у него Господи Что мне нужно делать Что ещё Господи Скажешь мне Это вера Вот это вера Ты с Господом Может быть Ты не творишь Больших дел Может быть Ты и не гоним За веру Но ты с Богом Есть Везде И во всяких Обстоятельствах Когда скудно Ты с Богом Когда у тебя Избыток Много чего есть А ты не меньше С Богом Даже больше Когда Ты болен Или здоров А ты с Богом У тебя есть вера Почему и У нас Бывает Когда Братья говорят Надо чтобы Кто-то в служении В евангелизации Засвидетельствовал О своём Обращении К Богу И многие думают Это нужно Чтобы свидетельствовал Кто-то Кто был глубоко Когда-то в грехах В рабстве В неволе Сатанинской Братья и сёстры Да Но вы знаете Что многие говорят Очень ценно Свидетельство Тех людей Которые Долго Уже Стоят В вере Которые Долго Уже Пребывают С Господом Это ценно Или не ценно И бывает так Два года назад Человек Освобождён Был из рабства Алкоголя Наркотиков Всякие преступления Совершал И он свидетельствует Да Есть что слушать Но Это всего два года На третий год Дорогой Ты будешь Верен Богу Или тебя на третий Или четвёртый год Потянет Туда Где ты был А уже Человек Который Сорок лет В Господе Который Пятьдесят лет В Господе Вот пусть он Свидетельствует Как он так мог У него что Искушений нет Его Ничего не тянет У него Глаз нет Его уши глухие Или у него вообще Плотских побуждений Мыслей Уже нет Он Свят Он Господен Он чист Он новый человек Без всяких Без всяких привязанностей Братья и сёстры Когда Сын Человеческий Придёт С небес На землю Он нас найдёт Веру Или не найдёт Вот это вопрос Я обращаю внимание На этот вопрос Я молюсь Господи Когда ты придёшь Я хочу дождаться Тебя И Радостно Встретить Тебя Чтобы Мои глаза Не только глаза Другого Увидели Тебя Но мои глаза Мы желаем этого Братья и сёстры И смотрите Люди говорят Ребята Нам хорошо То о чём я говорю Обманываются люди Вот представьте себе Обман Он бывает Такой Явный Обман Один Верующий брат Между прочим Довольно Довольно Известный Говорит В кругу братьев Знаете Братья Я долго молился Я был в посте Я нуждался в Господе И моя жена тоже Мы долго молились Господу Нуждались Вот перед Господом Были в смирении Сердца И Бог нам Сказал это Мы это решение Приняли Оно от Господа Что нам с женой Надо развестись Братья и сёстры Как Это понимать Эти люди В вере Эти люди В истине Эти люди С Богом Были И даже если Они говорили С Богом И допустим Они говорили с Богом Допустим Но что ими руководило Какие мотивы Дальше Какие мысли Ими руководили При том Господи Вот я так хочу Я уже хочу Перемен определенных Господи Что ты скажешь мне И человек не думает Что если ты молишься Богу То вникни в Слово Божье Живи по тому Как Господь Тебя учил До этого Что ты слышишь в церкви Что ты читаешь здесь Возможно Когда-то ты слышал Какие-то пророчества Откровения тоже И они подтверждали Это Слово И ты видел Как успешна жизнь Многих христиан Иди за Богом А если ты становишься Перед Богом На молитву И думаешь о своем И мечтаешь о своем И ты уже план сделал Как что будет Дорогие друзья Лукавый Очень ловит И он говорит Твоему сердцу И он обманывает тебя И его Сатанинские идеи Планы Он тебе предоставляет Как планы Божьи Как Божье благословение Для тебя Потому Если у тебя нет Уныния Это не значит Что ты в вере Вот сейчас Я основываюсь На этих словах Сказал также им Притчу о том Что должно Всегда молиться И не унывать Если у тебя Молитва есть И ты покоряешься Богу Даже Если есть Уныние И оно Может быть Оно Может тебе Во благо быть Если это Библейское Уныние Если это Печаль Которая Производит Неизменное Покаяние Ко спасению Стоит Поунывать Когда тебе Неясно Писание И ты Переживаешь Вот это ж Писание Это ж Библия Святая А мне оно неясно То ничего Чуть-чуть подумай Посиди Даже в одиночестве Разберись там Помолись Богу Господи Неясно это мне А хочу Это ж для меня Слово Господь откроет И печаль О том О чем она раньше была Уйдет Потому что Ты открылся Перед Богом Ты пришел к Нему В смирении Своего сердца Я помню этот момент У себя Когда я был подростком И я помню Иду со служением Я не помню Или я может Вас когда ж был Рассказывал Я не помню Где я говорил это И вечер Помню Иду И прохожу Там где у нас Сейчас Медучилище Наших знают Там была Старая автобусная Станция Станция И я так мыслю Господи Почему мне не ясно Послание к римлянам К галатам К евреям Частично Вот непонятно Все эти Закон Благодать Грех Заповедь Исава возлюбил То есть Иакова возлюбил Исава возненавидел Вот это все Как это все Вот это все Ну не понимаю Братья проповедуют А в ней Вот это не можно Сложить все Как из Отдельных пазлов Картину Вот не могу я И я вот так знаете Себе иду И прямо аж плакал И у меня слезы Текут И я плачу Господи Ну что мне непонятно Это твое слово Я ж тебя люблю Но мне непонятно Я так шел и плакал Думаю Хорошо что хоть ночь Никто не видит Слезы на мне Вот И вы знаете что Вдруг меня Что-то так осенило Как вроде бы Что-то пронзило Вот так С головы До Подошвы ног И во мне Перемены Такие произошли Это было Чувствительно Я обычно Не есть Эмоциональный Не чувствительный Но там И я как вроде бы Все понял Как вроде у меня Ясность Все Наступила Во всех этих терминах Как все связать Вопросы спасения Благодати Закона Греха Христос Там Адам И так дальше И так дальше И во мне Лице преобразилось Я думаю И я шел Я так же плакал Но это уже были Другие слезы Братья и сестры Стоит ли печалиться От того что Слово Божие не ясно От того что Хочешь Господа лучше понять Печалимся Братья и сестры Это хорошо Хорошо Когда кто-то Если он не прав Перед Богом Перед людьми И ему надо Попечалиться Ему надо Склониться Перед Господом И нуждаться В Боге Просить прощения Говорить Все как есть А потом И пойти К человеку Перед которым Завинил И сказать Все как есть Вот так Напрямую Я виноват Каюсь Простите Нет Мне Причины Оправдываться Или что-то искать В оправдании себе Простите Друзья Настает перемена Человек Помолился Богу Человек Открыл свое сердце Перед Ним И он Откровенен Открыт Чист Искренен Перед ближним Своим Бог благословит Его Там Где были заборы Эти заборы Убираются Там Где стены Росли Из-за греха Из-за всяких Амбиций Из-за всего недоброго Гордости Нашей Они убираются Когда ты смиряешься Перед Богом И делаешь то Что ты должен делать Дорогие друзья Но Когда бывают Всякие у нас проблемы Когда мы переживаем скорби Когда у нас трудности Когда болезни Непонятные вопросы Что мы должны делать тогда Друзья Бывает мы по своей природе Опять унываем И опять говорим Ну не могу я Не понимаю Что это И как это Нас Библия учит Чтобы мы шли к Нему К Богу нашему единому Он нас видит и знает Он знает нас По имени каждого Он знает Всю нашу историю Каждый день И каждую секунду Он все знает Он знает Лучше мое здоровье Чем целая коллегия Врачей будет знать Он меня Просвещает так Что никакой рентген Никогда не просветит Он Бог Слава Ему за это Мы Ему доверяемся или нет Мы понимаем Что наша жизнь в Его руке Что если мы Его То значит и дальше мы будем Его Если мы будем с Ним Вот это Вдова Она имела проблемы Вот вдова не имеет мужа А вопросы решать надо Кто будет решать Раньше муж решал Сейчас надо ей Что делать Просто на все Не смотреть Руки опустить И пусть все плывет уже как получится Нет Она не такая Она решительная Целенаправленная Она видит цель Она знает что надо делать И ее Бог укрепит И она оббивает кабинет судьи Который ни Бога не боится Ни людей не стыдится Но она знает Он должен помочь И она к Нему идет Раз за разом Раз за разом Он уже недоволен А потом говорит Ладно Хоть я такой есть Но я помогу ей Чтобы она более не докучала мне И помог ей Христос говорит Слышите Что говорит судья неправедный Бог ли не защитит избранных своих Вопиющих Нему день и ночь Хотя и медлит защищать их Братья и сестры Он защитит нас Хвала Ему за это Мы бывает думаем Почему так долго Почему не сегодня Я же веру имею У меня вера Я сегодня Закончил трехдневный пост Кто-то может говорит Я имею веру Да Господь поможет Да Господь руку протянет Он меня возьмет И я явно это увижу И произойдут во мне перемены А перемены не происходят Ни сегодня Ни завтра И через год не произошли Бог слышал или не слышал Он меня любит или не любит Братья и сестры Бог нас любит И Он все знает Он знает лучше за нас каждого Он знает все Когда Христос был на земле То написано Не было нужды Чтобы кто-то говорил Что в человеке Ибо Он знал Что в человеке Дорогие братья и сестры Когда приходит уныние Это природно Что оно приходит Давид тоже говорил Помните в псалмах написано Что унываешь ты душа моя И что смущаешься Уповай на Бог Ибо я буду еще славить Его Спасителя моего и Бога моего Уповай на Бога Апостол Павел тоже О себе говорит Великая для меня Печаль и непрестанное Мучение сердцу моему Отчего он печалится и мучается Притом непрестанно Вот постоянно Мучается в сердце своем Печаль большая Отчего Дорогие друзья Он говорит об этом Он переживает за своих Родных Сродников его За братьев За израильтян И он говорит об этом Дорогие братья и сестры И он Когда имеет эту печаль Он знает что делать Он говорит что я молюсь О многих этих вопросах Я говорю к Богу И действует Когда читаем послание к римлянам Первая глава То он говорит О благовестии Что он должен всем И варварам и скифам Всем он должен Не деньги Не кредиты А он должен Благовестие Слово Он должен Христа Туда нести Говорить Людям Показывать Христа И он Вот Чувствует в себе Этот долг И он делает Братья и сестры И Бог дает ему Радость увидеть Когда спасенные люди Идут к Богу Обращаются Когда получают мир И спасение От Христа Дорогие друзья Давайте мы сейчас помолимся Может у кого то тоже есть На этом месте От чего унывать Скорбеть Тосковать Переживать Вопросы Мы бывает задаем Себе Богу Людям рядом с нами На вопросы бывает Ответ не получаем Давайте Придем к Богу И скажем Господи Ты знаешь все Ты знаешь все Совершенно Я потому К Тебе обращаюсь Господи Я хочу на земле Вот чтобы это Так и так было Господи Но Тебе как угодно Так пусть и будет Главное что я в небо иду И я в небе буду А какой дорогой Ты ведешь меня Господи Главное чтобы Когда ты придешь Во мне веру застал Увидел во мне веру Помолимся ему Аминь Скажем славу нашему Господу Сейчас будет Сборно Нужной церкви И затем Во время Сборно Будет Общепение В минуту жизни Трудно Давайте все вставшие Дружно споем Сборно И В минуту В минуту жизни Трудною Здесь снится В сердце Грусть Одну Молитву чудную Держу я на Иисус Одну Молитву чудную Держу я на Иисус Бессила Бессила Благодатная Зазвучит Слов живых И дышит Непонятная Святая Прелесть Ни И дышит Непонятная Святая Прелесть Ни С души как время скатится Сомненье далеко И Верится И Плачется И Так Легко Легко И Верится И Плачется И Так Легко Легко Третье Слово Третье Слово Любовь Нашего Господа И Спасителя Иисуса Христа Мир Божий Вам Из Неспокойной Украины Мне понравилось Вашей церкви Ваша молодежь сидит спереди И Я Приятно Удивлен Что Сегодня Среда Так Много Людей Пришло В служение Но Все равно Вы знаете Что Среди недели Вообще Не так Много Людей Ходит В церковь Слава Богу Огромная Милость Божья Вы знаете Я как-то возвращался Из Славянска В Киев И Возле Мариуполя Стояли Украинские солдаты Национальная Гвардия У меня всегда В этом мобиле Есть Слово Божие Я постоянно Вожу с собой Ивангелие Постоянно Вижу Ивангелие меня Стоит в ящиках Я подошел С солдатом Раздавая им Ивангелие И я подумал Вернутся ли они Живые домой А если Вернутся Будут они Полноценными Здоровыми Людьми Как-то на мой Веб-сайт Вышел известный Врач из Рочестера Это известный Хирург Написал мне письмо Я хочу Приехать Киев И делать операции С солдатом Которые ранены У нас У нас есть в Киеве Огромный военный Госпиталь Он приехал К нам В Киеве Жил в нашей семинарии И моя жена Каждый день Вместе с ним Ходила в госпиталь Переводила его С английского На украинский Наоборот Один день Пошел вместе с ними И военный врач Сказал нам Я вас прошу Вы сегодня Тормотологии Не идите А зайдите Пожалуйста В другой корпус К нам Поступила партия Солдат Которые психически Больные люди Мы зашли В этот корпус В каждой палате Было 8-12 солдат В основной Западной Украины И мы Спрашивали Зрешение Можем ли мы Молиться вместе с вами Можем ли мы Вам оставлять Иван Не возражал никто В одной палате На койке Сидел молодой Солдат Не поднимая Своей головы Он спросил Нас Скажите А как Я могу Дальше жить И я не могу Спать И я не могу Кушать Перед мной Эти разорванные Тела Эти вбитые Люди Которых я сам Убивал Как я могу Дальше жить Мы начали Беседовать с ним Что кровь Иисуса Христа Он омывает От всякого Греха Если ты будешь Исповедовать Он согласился Молиться Молитвой Покаяния После молитвы Вы бы видели Его лицо Как маленький Ребенок Поднял свою голову И сказал Радостно Я чувствую Христос Простил Мне Грехи Я чувствую Эту радость Которая Пришла Мое сердце Я уверен Этого солдата Уже Можно было бы Отправлять Домой Бог его Ввел из глубокой Депрессии И дар его Милость дал И дал ему Такое благословение Это Огромная Милость Которую Бог Являет В жизни Каждого из нас Вы думали над тем Почему вы Есть У церкви Разве Есть люди Лучшие от нас У меня Соседи Которые Более Образованные Которые Которые Более Может умнее Чем я Но почему-то Бог призвал меня И призвал вас Это Милость Божия Слава Ему Это Милость Божия Я прочитаю Слово Божие И мы будем над ним Размышлять кратко Я буду читать Иван Луки 17 глава Я буду читать 17 глава Читая 3 стих И ниже Слушайте Унимательно Слово Божие Наблюдайте За собой Это Христос говорил И если же Что решит Против тебя Брат твой Выговори ему А если Покается Прости ему И если Семь раз в день Что решит Против тебя И семь раз в день Обратится И скажет Каюсь Прости ему И сказали Апостолы Господу Умножь в нас Веру Господь Сказал Если бы Вы имели Веру Зерно Горчичное Сказали Смоковнице Сей Исторгнись И Не пересадись В море То она Послушалась Б вас Когда Закончилась Гражданская Война В Америке Она когда-то была Если вы знаете Историю Двое солдат Возвращались Домой Они Зашли В односеление Увидели церковь И кто-то Из них Сказал Слушай Давай Пойдем в церковь Давай поблагодарим Бога За то что мы живы И возвращаемся Домой Наши друзья Погибли Давай Идем в церковь Будем молиться Благодарить Бога Второй Ответил Ты как хочешь Ты можешь идти молиться А я пойду Лучше выпью За наше здоровье Они Разошлись Один Пошел в церковь А другой Пошел Пить За их здоровье Через некоторое время Тот Который Пошел пить За их здоровье Он Он сидел в тюрьме Потому что Он совершил Некоторые преступления И когда Он сидел В тюрьме Мы Принесли газету Где Была На первой странице Написано Огромными буквами И то что он Прочитал Это сильно Шокировало И удивляло Его И то что он Прочитал Я вам скажу В конце Моей проповеди Вы знаете У каждого из нас В нашей жизни Есть три момента Которые никогда Не возвращаются Первое Это слово Которое мы говорим Слово Которое мы говорим Оно никогда Не возвращается Обратно Да Вы можете После этого Сказать Я сожалеваю Что я сказал Я очень сильно Извиняюсь Прости меня Но слово Которое ты сказал Оно кого-то Благословило И может Даже Кого-то И погубило Чью-то жизнь Слово Которое мы говорим Никогда не возвращается Обратно Никогда Второе Это время Которое у нас есть Мы никогда Не можем вернуться В детство Мы не то что Не можем вернуть Одну секунду В зад Это невозможно Когда я работал В клинике Ко мне пришел На прием Мальчик Он сел в мое кресло И у него был Хороший такой Красивый Красивые такие часы Были большие И я его спросил Скажи какое время Он не разбирался Времени Он поднял свои руки И сказал Это уже утро Много Много людей Христиане Разбираются Времени Они думают Они думают Что еще утро Они думают Что я всегда еще успею Молодежь И она думает Я еще успею Время Никогда Не возвращается Никогда Третье Третье ситуации в нашей жизни. Это бывает в личной, это бывает даже в бизнесе, это бывает в разных ситуациях. И мы говорим, была возможность, я ее потерял. Поэтому помните, молодежь, три вещи, которые не возвращаются в нашей жизни. Это слова, которые мы говорим, думаем, что говорим. Второе, это время, которое у нас имеет, оно очень краткое. И третье, это возможности, которые мы потеряли. Если ты не пошел в колледж, ты потерял. Я к молодежи говорю, это очень важно, учиться. Если не пошел в колледж, ты потерял. Но потерял. Я очень подбадрую молодежь, уйти учиться. Обязательно идти учиться. Вы знаете английский язык, вы здесь многие рождены, здесь в Америке, вы используете возможность, которая есть в вашей жизни. Я еще добавлю к этому, один молодой парень, он известный хирург. Он когда с ребятами, еще в детстве был, играли они в карты. И они созывали его к себе, иди к нам, будешь вместе с нами. Говорит, ребята, я не могу, я должен учиться. Я хочу быть врачом. Они сказали, что, что он из себя никогда врач не получится. Он сказал, вы играете в карты, я пошел учиться. Он сегодня известный врач-хирург. У него была мечта в жизни. Пусть каждого из вас будет мечта в своей жизни, и используйте время, которое Бог даровал вам вашей жизнью. Сегодня у нас молитвенное служение, сегодня у нас молитва. И я хочу очень кратко проговорить именно про молитву. Передо мной братья говорили, первый говорит, и второй также. Они косвенно касались этой темы молитвы, которая есть сегодня в нас. Послушайте внимательно. Молитва бывает разная. Молитва бывает индивидуальная молитва, мы молимся. Молитва бывает, когда церковно мы вместе молимся. Молитва бывает, когда мы голосно молимся, иногда мы спокойно молимся. Молитва бывает ходатайственная, молитва бывает проставляющая молитва. Есть разные молитвы, и формы молитвы разные. Некоторые, я видел, как ваш пастыр, он преклонялся пред Богом. Некоторые стояли, другие были на колено. Это разная форма молитвы. Но это не имеет значения пред Богом, в какой ты форме при Ним пристанешь. Есть два аспекта, на которые Господь обращает внимание. И именно про это мы сегодня вечером поговорим. Первый аспект, на который обращает Бог внимание, это сердце наше, как оно выглядит. Для Бога не имеет значения, в каком ты костюме пришел сегодня, какие ты духи использовал. Для Него не имеет значения, как ты молишься пред Ним. У Него есть один критерий, который обращает внимание всегда. Это на твое сердце. И если твое сердце пред Богом чистое, Бог на это обращает внимание. Слушайте внимательно. Много людей, много людей, много христиан получают очень много душевных травм. Не на работе, где они работают, не в колледже, где они учатся. Они получают много душевных травм в себя дома, в семье и в церкви. И поэтому много верующих людей, которые приходят в церковь, они бывают обижены кого-то, у них нет упрощения в жизни, и они попали в такую ситуацию, что они кому-то не простили. Да, много получаем мы ранений в церкви, на братских советах, бывают, получаем дома, друг от семьи, от жены, от детей. Иногда это проходит в нашу жизнь, и мы не прощаем друг другу. Это огромная ошибка, и в этом нет благословения. Послушайте внимательно. Прощение – это не есть эмоции, это есть решение. Когда-то известный актор украинский был Дан Ступко. Ему приходили его товарищи и жалелись друг на друга, рассказывают, «Ты знаешь, что он мне сделал в жизни?» А Богдан Ступко отвечал, «Конечно, я знаю». «Нет, ты не знаешь, он мне много плохого сделал в жизни». Он всегда отвечал, «Но ты прости ему!» «Но ты прости ему!» Это имеет огромное значение. Когда ты воима Иисуса Христа прощаешь, Бог открывает двери для твоего благословения. В Евангелии есть интересная история, которую рассказывал Иисус Христос, что один человек был должник другому человеку 10 тысяч талантов, а другой был должник 100 динариев. Если перевести 10 тысяч талантов в сегодняшнюю единицу денежную, это 12 миллиардов долларов. Это 12 миллиардов долларов. Я не думаю, что Билл Гейтс имеет столько денег. Второй был только должник 100 динариев. И когда было прощено первому 12 миллиардов долларов, он вышел от своего взаимодавца, навстречу ему шел человек, который был его всего-навсего должником. 100 динариев – это всего-навсего мелочь просто не тем, что ему было прощено. Он не простил ему, и тот взаимодавец говорит, интересные слова. За то, что ты не простил эту мелочь этому человеку, ты должен пойти в тюрьму, и будешь там сидеть до того времени, пока не отдашь эти 10 тысяч талантов, 12 миллиардов долларов. Там есть интересное слово, которое я не могу объяснить. Я не знаю, как богословы объясняют этот текст, который там написано. написано, что ему возвращается борг, долг обратно, ему все не простилось, возвращается назад. При том, что Библия учит, что кровь Иисуса Христа, она омывает и прощает наши все грехи. Я не знаю. Если мы кого-то не прощаем, может быть, я не уверен в этом, может быть, Бог тогда нам что-то припоминает и возвращает назад. По-богословски я не могу это доказать и не знаю. Но там написано, что именно ему было сказано, покуда не отдашь 12 тысяч, 10 тысяч талантов, то есть 12 миллиардов долларов. Я говорю, почему это я говорю? Вы знаете, у меня есть трое детей, которые все взрослые. И как-то я один раз собрал своих детей, и я их воспитывал, как я умел, как я хотел их воспитать. И я сказал своим детям, дети, я извиняюсь перед вами, может, я с вами был груб, может, я вас когда-то жестоко наказывал, может, я как-то вас неправильно воспитывал, я прошу прощения. Дело в том, одна известная, известная пастора-служитель, сестра, которая сейчас уже в годах, она рассказывала, и я знаю ее жизнь, и знаю, как она прожила, она рассказала, что она всю жизнь не могла простить своему отцу, что он жестоко обращался с ней в детстве. Он хотел воспитать как-то лучшим образом. Он хотел, чтобы она сохранила свою жизнь для Иисуса. Он хотел, чтобы она была посвящена Богу. Он много воспитывал, он жестоко наказывал. И она всю жизнь прошла с этой болью в сердце и не могла никак простить своему отцу. И я знаю, у нее была сложная жизнь, она была в глубокой депрессии, но одно время пришло, она ему простила это все, и это пришло для нее благословение. Да, мы получаем раны в своей жизни. Да, мы получаем очень много ран в своей жизни. Вы обязательно должны простить друг другу. Ну, даже бывает. Люди не прощают самих себе. Иногда люди совершают ошибки своей в жизни, они всю жизнь страдают. Они думают, почему это пришло в мою жизнь? Я не могу прости себе, как я поступил, как я это сделал. Они страдают жизнью. Я также вам говорю, сегодня вечером, во имя Иисуса Христа, скажите, Господь, я прощаю себя. Я во имя Иисуса Христа прощаю каждого, кто обидел меня в моей жизни. Поэтому, когда мы это делаем, это главное четко сказать своими устами. Вы знаете, когда мы говорим своими устами, в духовном мире что-то делается. Дьявол единственный, что он не может знать, это читать наши мысли. Он не знает, что мы думаем. Он не знает, как мы реагируем. Единственное, что он знает, когда мы говорим, это важно, когда вы говорите своими устами, я во имя Иисуса Христа прощаю того или другого человека. Я во имя Иисуса Христа покрываю его милостью Божью. В этом есть огромные благословения. Почему много людей приходят в церковь, они молятся, но не получают от Бога ответа, потому что они кому-то не простили. Потому что они имеют на кого-то горечь и обиду. И поэтому я приглашаю вас именно к этому. Как-то известный, бывший священнослужитель Гарвардского университета, Джордж Патрик, ему приходили студенты в его кабинет, они садились возле него и говорили, пастор Патрик, мы не верим в Бога, мы не верим в Бога. Тогда он отвечал им, скажите, какого Бога не верите вы? Я в него тоже не верю. И тогда он начал рассказывать им про Иисуса Христа, который был тот, который прощал, миловал и являл людям милостью. Поймите правильно, мы есть помазанные Духом Святым, мы есть дети Божьи, и если мы ученики Иисуса Христа, мы должны поступать, как поступал Иисус Христос в жизни. Второе, на которое я хочу обратить внимание, аспект, который нужен для ответа, для молитвы, это вера, вера, это очень важно. Одна сестра, она пришла к пастору и говорит, пастор, меня Бог не отвечает на мои молитвы. Я очень долго молюсь, Бог не отвечает. Это был очень умный пастор. Он говорит, сестра, вы уверены, что Бог не отвечает вам? Да, пастор, Бог не отвечает. Он сказал ей, вы можете что-то сказать, в мой адрес, какие-то плохие слова? А она говорит, что пастор, Бог же слышит. О, видите, говорит, что Бог не слышит. Бог всегда слышит. Поймите правильно, есть вера и есть доверие. В английском языке есть faith и trust. Faith – это общая вера, trust – это есть доверие Богу. Это очень важно. Мы иногда приходим к Богу, мы Ему просто верим, но мы не доверяем Ему своей жизни. Мы верим, но не доверяем своей жизни. И поэтому иногда Бог не отвечает на наши молитвы, потому что мы общим верим, но не доверяем Ему жизнь, что Бог отвечает на наши проблемы и наши нужды. Одна из сестра рассказывала свидетельство, я слышал, она была больная, она кашляла, она очень сильно глубоко страдала. И врачи дали прогноз очень неутешительный для нее. И на год кашляла, она сказала, я верю, что Бог истеляет. Я верю, что Бог всегда являет милость в моей жизни, но Бог не истелял ее. И на одной из проповедей доктора Арнольда Лендестера, профессора нашей в семинаре из Киева, она слышала его проповедь. Этот профессор заболел на рак печени. И когда он приехал в Америку проповедованной церкви, она слышала проповедь, он сказал такие слова. Я больной на рак печени. И я верю, что Господь может меня истелить в моей жизни. Но если Бог меня истелит, конечно, мы рак победили, его нету, Бог меня истелил. Но если Бог бы даже меня не истелил в моей жизни, я умру, я все равно победил в рак, потому что Господь дал мне намного больше, намного лучше, чем на этой земле. И тогда он привел пример, который брат вспоминал передо мной, первый брат, он вспоминал про трех еврейских юношей и стердах Месе Гавденега, которые сказали, если наш Бог силен нас сохранить, но если бы даже и нет, мы не поклонимся, мы доверяем и верим нашу Богу. Когда он это сказал, то сестра подумала, мне именно не хватает этого момента. Я верю, но я не доверяю Богу. Я не доверяю Богу, что будет со мной. И тогда он на молитве сказала, дорогой Господь, независимо, что будет со мной, если даже каша разорвет мою грудь, или даже я умру от сердечного приступа, я все равно буду верна тебе, потому что ты мой Бог, я доверяю свою жизнь и свою болезнь у твоей руки, именно после этого пришло исцеление в ее жизнь. Доверие Богу это имеет огромное значение. Я обращаю тот текст, который сказал Иисус Христос, когда вы приходите к престолу Божьей благодати, пусть каждый смотрит на себя. Не смотрите на своего соседа, не смотрите на своего брата, иногда много люди смотрят друг на друга, меня не интересует мой сосед, меня интересует мое личное общение с Богом, что я должен от Него получить, и когда вы приходите, всегда смотрите на себя. И сказал Христос, прощайте, и ученики были приятно удивлены, сказали, Господь, дай нам веры, дай нам веры, как прощать. И Христос ответил, если ваша вера будет как маленькое речичное зерно, все, что скажете с верой, оно сбудется по вере вашей. Когда моя жена научилась в колледже медицинском, она была одна из приличных учениц в колледже, но она не могла сдать стейтборд. Она три раза сдавала этот стейтборд, не могла она сдать. В медицине исправила, кто из молодежи учится, он знает, если три раза ты не сдал стейтборд, ты должен возвращаться в колледж тогда, снова брать практику, снова учиться, снова платить деньги. Она была очень сильно в депрессии, что не могла она сдать этот стейтборд. И я все, что мог, сделал с своей стороны. Я пять лет готовил кушать дома, я хороший профессиональный повар, я все делал для того, чтобы помочь ей, но вопрос не решался, она очень страдала глубоко. И как-то я читал Евангелие, когда Христос сказал, если ваша вера, мне пришла мысль, я пошел в магазин Хелсфус, спросил, у вас есть семена горчичных зерен? Она сказала, нет, мы можем заказать, пожалуйста, закажите. И когда я получил эти зерна, они очень маленькие, если кто-то видел их, они меньше, чем маковое зерно, очень, очень маленькие. Я взял эти зерна, поставил такую красивую шкатулку, я взял небольшой лист бумаги, обжег огнем со всех сторон, и написал такие слова, если ваша вера будет, как это горчичное зерно. И я это все поставил и позвал свою жену, подошел к ней, говорю, смотри, дорогая, твоя жизнь, как обгоревший этот аркуш этого, этой бумаги, ты прошла очень трудные жизненные испытания в своей жизни, но смотри, пожалуйста, на эти маленькие речичные зерна, они очень маленькие, если ваша вера твоя будет, как это маленькое речичное зерно, все, что скажешь, оно сбудется. Она заплакала и сказала, я никогда бы в жизни не подумала, что именно эти маленькие зерна, которые ты показал мне, они во мне пробудят огромную надежду, огромную веру, что Господь всегда поможет мне. И она возвращалась в Калиш, она снова взяла тест, она его сдала, и после этого клиника, которую она работала, полностью заплатила деньги за ее учебу, слава Богу. Это есть вера живая, в которую мы верим, и мы должны помнить два момента в нашей жизни, чистое сердце, и второй момент, вера в живого Бога. Я возвращаюсь в то, что я сказал про этого парня, который сидел в тюрьме. Когда этот парень сидел в тюрьме, мы принесли газету, и на первой странице было написано огромными боками 22-м президентом Соединенных Штатов Америки избран мистер Кливлен, этот самый друг-товарищ, с которым вместе он воевал, и вернулись они домой. Элл поражен, его друг-товарищ, с которым вместе они воевали, стал президентом одной из самых могущественных и благословенных стран мира, а он сидел в тюрьме. Каждого был из них выбор в своей жизни, у другого был выбор пойти в церковь, а у другого был выбор пойти выпить за свое здоровье. У каждого из нас в жизни есть выбор, который мы делаем. И если ты утром встал, у тебя есть решение или выбор, пить кофе или не пить кофе, пить чай или не пить чай, читать Библию или не читать Библию, поэтому призываю вас, дорогая молодежь, первое, что должны быть сделать, читайте Библию каждый день, делайте правильный выбор в своей жизни. Когда будете читать Библию, это есть огромные Божьи благословения, которые будут у вашей жизни, огромные благословения. Я вспоминаю, когда я был мальчиком, 10 лет только научился читать, у меня был дед, который не умел ни читать, ни писать, он был очень серьезный дед, он всегда мне говорил, ты сегодня после школы должен прийти ко мне домой и читать Библию мне Слово Божье. Я не хотел Библию читать, я хотел играть в футбол, но у меня был очень серьезный дедушка, очень серьезный, если я его не послушал, это были бы огромные у меня проблемы, очень огромные. После школы я шел к моему деду, я заходил к его комнату, я закрывал за собой дверь, я Библию вынимал из шкафа, Библия была всегда, она завернутая такую ткань, и я открывал это все и читал моему деду Слово Божье, дед плакал всегда, он очень плакал и всегда мне говорил, никому в школе не говори, что мы вместе читаем Библию, потому что его сын, а мой дядя был в тюрьме за Слово Божье, которое он проповедовал, и я прочитал деду Библию, снова я заматывал ткань, встал в шкаф, уходил я домой, и я никому не признавался, что я читаю Библию с моим дедушком, но у меня была совсем другая жизнь, как-то я приехал к себе домой, где я родился, и я общался со своими одноклассниками, какая у них была жизнь, ужасная жизнь, некоторые из них развелись 3-4 раза, кто-то погиб в Афганистане, кто-то умер от сироза печени, а я посмотрел на мою жизнь, она абсолютно была другое, она была благословенная, она была насыщенная, она была сильная в Господе моем, и об этом молодежь, читайте Библию и Слово Божие, у вас есть выбор, и делайте всегда правильный выбор в своей жизни, и также, когда приходите к престолу Божьей благодати, изучайте свое сердце, если мы сейчас будем молиться, если кто-то из вас, он чувствует, что нет прощения, у него нет свободы, вы это скажите, я прощаю во имя Иисуса Христа, и Божья благодать, во имя Иисуса Христа, она сойдет на вас, и откроется дверь и Божье благословение в вашу жизнь, в ваше служение, в ваш дом, в вашу семью, ибо Бог наш, милучий, благословляющий и прощающий. Я призываю к вас в молитве, давайте мы встанем и будем молиться. Я сделаю объявление, в нашей семинарии, я живу в Киеве, на Украине, я служу в семинарии, теологической, и год тому назад, в нашей семинарии, вместе с Global University, мы открыли онлайн программу, и вы можете дома учиться, получить богословское образование, эта программа имеет аккредитацию в США и в 150 странах мира, можете получить бетчелы дегри, которые имеют аккредитацию в США, вы можете подойти ко мне, я буду там стоять в холле, и взять более информации, и вы можете туда зайти и также учиться. В нашей семинарии мы открыли факультет консультированных семейных пар, у нас много проблем в семьях, проблемы очень большие. Помню, как-то наша жена президента Петра Порошенко, выступая в одной из школ, сказала такие слова, к родителям обращалась, вы воспитываете детей, как хотите, но ваши дети, они будут такими, какими вы есть, какими вы есть. И в этом мы написали книгу, которая называется «33 совета счастливых». Это очень интересная книга, как построить хорошую семейную жизнь, счастливую семью. Также ассоциация «Монуил», оно ее озвучило в очень красивом таком аранжировке. Вы можете читать, можете слушать. И также я веду радио и телепередачи про семью, есть очень интересные материалы. Это все вы можете приобрести, слушать и строить свою счастливую семью. Божьего вам благословения. Всего вам хорошего. То вы, прилагая к сему все старание ваше, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпения, терпение благочестия, благочестие братолюбие, в братолюбии любовь. На одной строке, в одном предложении написано и добродетель, и весь текст, который говорит человеческому сердцу. Все, что здесь написано, вот лишите человека глаз, ушей, носика, ротика, чувствований. Это просто будет не человек. И в духовной жизни нашей, как это важно, чтобы оно, ну, работало. То, говорит, как от божественной силы даровано нам все. Божественные обетования для человека. Что такое обетование? Бог обещает, что вам это будет. Но, а вот тут вот он и пишет, когда оно бывает, и когда оно не бывает, то пусть помилует нас Бог, братья и свои, прилагаем к сему все наше старание перед правом выбора каждый раз пожертвовать или поскупиться, пожертвовать или дать и иметь от Бога гораздо больше. Когда он будет просить, добродетельный человек, и ложе, постель его изменит, враги на него будут наступать, заступится за него Господь. И очень много обетований. Благословит нас Господь. Три гостя. И каждому надо хоть понемножку на Украине уделить. Пусть Бог нас благословит. Это жест вашего сердечного милосердия. Ставшись, поем сердцем, устами, умом и душой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу, братья и сестры! Вот пост, который я избрал! Развяжи оковы неправды, Развяжи узы ярма, Угнетенных отпусти на свободу, Расторгни всякое ярмо Раздели с голодным хлеб твой С китающейся бедных веди в дом Увидишь нагово, одень его От единокровного твоего не укрывайся Тогда ты воззовешь, и Господь услышит Возопьешь, и Он скажет Вот я, когда ты удалишь из среды твоей И почитайте 58 глава Исаии И прости нам, долги наши, слышали Как и мы прощаем должникам нашим Эта аксиома нужна на земле На небе она уже не работает Там не обижают и прощать не надо А на земле это необходимо И к обидчикам, и к обиженным Божье слово так конкретно, четко и ясно Всем нам говорит Пусть помилует Бог нас А я не перестану вас приглашать С постом приходить в пятницу на молитву Это очень важно Мы в преддвериях пришествия Господа Иисуса Христос говорит у многих, не у всех, правда Погаснут светильники Чтоб они не погасли Есть вещи, которые мы с вами должны предпринимать Что-то сделать обязательно Пусть помилует нас Господь Не забудьте в пятницу в 6 часов вечера Один часик молитва Закончим наше собрание Поблагодарим Бога Да, сейчас в полете находится семья Сдвелись и летит Вот, и вот Дима просит, чтобы помолились Чтоб Бог их сохранил Благословил перелет Все-таки 10-11 часов висеть в воздухе Давайте вознесем за них молитву